ну что ж друзья есть время приезжать сан-франциско и есть время уезжать из него значит что с нами сейчас происходит мы из него уезжаем времени сейчас 3 30 что на самом деле довольно скверно потому что у меня в 5 часов ну не 56 у меня урок начинается и мне нужно добраться я до 6 конечно доберусь но дело в том что в 5 30 то есть через два часа мне нужно разослать приглашение всем в онлайн класс перед этим мне нужно будет запустить в группу тех кто заплатил за продолжение онлайн класса первые три сессии у нас свободные а дальше нужно если хочешь продолжать нужно заплатить денежку то не нужно посмотреть оприходовать студентов в общем короче последнее дело в такое время куда-то ехать вот смотрите какая красотища там каменные джунгли в общем хорошем смысле этого слова да тут мне человек какой-то год вот мы в европе говорит он поражаемся насколько вы в америке зависите от автомобиля а вот у нас тут трамвайчик вот у нас тут вообще все пешком вот у нас тут это и это и я думаю а мы вот тут в америке поражаемся насколько люди зависят от того что у них нет автомобиля смотрите бензин дорогой безумно значит соответственно машинки маленькие а такое понятие как удобство там от двери до двери доехать там и так далее это конечно уже не счет вот так что другая жизнь другая жизнь мне мне бы честно говоря не хотелось ездить на общественном транспорте вот последнее о чем я в жизни мечтаю это о езде на общественном транспорте хотя общественный транспорт тоже есть вот а тем более в сан-франциско вот мы живем тут есть сколько хочешь и ходит очень часто вот не то что там знаете раз там какое-то время нет нет очень очень активно очень интенсивно движется общественный транспорт а тут даже и метро есть и метро которое тут есть покрывает колоссальную совершенно территорию то есть это такая смесь метро с электричкой на большие расстояния можно уехать на очень большие так что если кто-то интересуется на предмет практически поищите на слово бард bay area rapid transportation поищите на слово бард и вы увидеть какая-то громадная сеть и попасть в даунтаун сан-франциско из очень отдаленных мест можно буквально минут за 40 а там и жилье намного дешевле и тогда это есть такая система но просто не не всем хочется не всем хочется конечно когда вот такие здания высокие когда большая плотность населения то вроде все под рукой вышел на улицу прошел там два квартала и на этом расстоянии уже было 10 магазинчиков маленьких это правда но для этого нужно жить квартире иметь соседей слева справа сверху снизу вид в окно вот вы видите что видно в окно но это правда не жилое место но так принципе чай вам рассказывают а вы что вы не видите что ли что у вас там под окном так что так вот едем я не могу сказать что мы именно едем но мы так можно сказать движемся не спеша вот там впереди такой просвет это улица маркет который мы с вами сегодня уже пересекали в обратном в австричном направлении улица маркет самое главное нам выбраться из города хотя на сказать что даже выбравшись из города уходить грузовичок тут хочет влезть мой ряд собственно я не то что против вот хотя и на хайвей тоже может быть конечно довольно плотненько но там есть выбор можно ехать по хайвей 101 который более забитый а можно ехать по 280 который ближе к океану в ту сторону скажем так то есть по правую руку и там как-то вот меньше народу всегда там пробка большая редкость то есть можно ехать там это наш выбор а здесь что-то такое ну да светофор красный давайте дождемся пока начнется езда и может быть мы как-то снимаем что-то более динамично ну-ка смотрим так народ тут там пробивается там забило что-то в левом ряду так проезжаем 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 главное проскочить вот тут проскочили уже кое-что уже кое-что друзья ну что вот подъезжаем потихонечку к улице маркет нет не сразу вот как на светофорчике постоим да смотрите как и направо он туда пошло поехало так ну что же врача зеленый свет должен быть да нет пока нет это и неплохо потому что ехать нам все равно нет надо будет как-нибудь просто погулять по сан-франциско то так вот едешь едешь все по делам да по делам а город действительно такой вполне большой тут где-то население тысяч восемьсот пятьдесят вот так до миллиона не дотягивает немножко больше миллиона сан-хосе вот это есть так ток 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 мы когда-то здесь жили два года первые наших и нам казалось что такой городок маленький знаете фанерный картонный почти такой мультяшной после москвы так представлять вот и а вокруг уже была совсем деревня то есть уж на что сан-франциско не велик город а уж дальше совсем деревня mountain view сани вы просто было село там люди ходили во вьетнамках на босу ногу шортах когда к нам друзья приезжали с сан-франциско они замерзали они пока там машину день поставят два квартала пройдут они окоченевшие были вот и нам казалось что вот сан-франциско вот эта туча в которой мы живем вот в этой тучи вся жизнь а сейчас мы уже уехали отсюда и думаем боже как хорошо то где-нибудь еще ну вот мы в хорошем месте встали таком найти красиво вот так посмотреть полицейские машины шумят а вот так вот туда люди ходят троллейбусы я вам говорил есть общественный транспорт не только в европейских селах но вот и у нас тут в больших городах так и куда же мы теперь едем то через улицу ладно поехали вот туда прямо вот туда мы с вами едем там написано жерардели шоколад хорошая хорошая цель у нас впереди жерардели это местная сан-франциско я такая фирма которая делает довольно хороший шоколад надо сказать что в америке есть свои бренды шоколадные кондитерские так далее но когда вот у нас еще были свежие впечатления мы приехали только только из советского союза мы были потрясены тем насколько много сахара кладут в вот американские вот эти дела то есть они чудовищно засахаренные и даже когда вот сравниваешь там с европейскими тоже очень чувствуется мы например здесь в основном то если покупаем шоколад то либо немецкий либо швейцарский но то сейчас мы уже не едим так возраст такой что до беречься но вот когда ели американские просто не невозможно было из-за сладости и вот жерардели как раз вот такая фирма так едем 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 возвращаемся главное вырваться вырваться из этого города но к счастью надо сказать хайвей присутствует прямо вот всюду в городе ну не не то что сто процентов о ее велосипедист такой озорной сто процентов территории но в даунтауне есть много выходов на хайвей и выходов с хайвея то есть вот туда-сюда вот это вот хозяйство она есть поэтому ой ты господи боже мой там встал человек но уже езжай раз встал да так и вот там улица ховард впереди вот мы на нее едем и улица ховард как раз и идет к входу на хайвей единственно что там есть некоторые коварства о которых лучше знать заранее иначе проскочишь мимо или поедешь не в ту сторону но вот там стоит значок который вы видите написано 101 280 а 280 на саус если хочешь на 280 но мы я не знаю чем мы пока на 200 на 101 так вот так но слушай шикарно проскочили целый светофор а там солнце да друзья нам нанесен удар раз такое дело значит ну я могу вас поразвлекать немножко да так что город вы видите теперь только у меня в окне ретроспективно туда-назад ну давайте может быть так сделаем я пока камеру выключу а если будет чего поснимать так без ущерба для глаз вот я тогда снова включу ну что мы вскочили на хайвей и вот так выезжаем из города но относительно мы еще не выехали но вот хотел вам показать как выглядит сан-франциско с хайвея когда едешь из города я надеюсь солнышко нас не слепит хотя не факт не факт оно такое найти в силу того что хайвей у нас поворачивает туда-сюда может оказаться больше солнышко или меньше солнышко ну да но вот вы видите в город уже тут пробка некоторая складывается а из города мы пока хорошо едем чтоб нам так всю дорогу ехать вот у вас есть представление да как въезжать в город в 3 50 дня и есть представление как из него выезжать знаете какой у вас широкий набор знаний я так это верну немножко от солнышка не знаю насколько она удается вас спасти от этого я потом посмотрю что получилось и если зрелище будет непотребным я его тогда совсем вырежу а если ничего то оставлю так 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 Продолжение следует... Мы под хорошим углом теперь едем. Я вижу, как солнце падает на тыльную сторону камеры. И думаю, наверное, вам сейчас ничего не слепит там. Хорошо. Сейчас в Сан-Франциско много айтишной работы. В даунтауне, в частности, вот они старые дома перестроили, перефаршировали как бы там внутренности. И стало много современных офисов. И появилось много айтишной работы. Когда, например, мы школу нашу начинали, это был 94-й год, и приходили люди из Сан-Франциско. В основном, кстати, студенты были тогда из Сан-Франциско. Они все приезжали в Пала-Алты, где мы тогда находились. И, значит, вот люди там вопросы задавали, сказали, скажите, а есть ли работа в Сан-Франциско? Я им говорил, послушай, если ты хочешь работать в Сан-Франциско, то ты к нам не ходи, потому что ничего у тебя не получится. И вот этот разговор был актуальным несколько лет. А потом потихонечку, потихонечку стали открываться компании там. И сейчас в Сан-Франциско просто большой технологический центр. Там очень много чего. Включая компании-гиганты. О, какая красота, смотрите, залив. Включая там и Google, и Facebook, и там, я не знаю, наверное, еще много других компаний. Я специально не слежу, но мы знаем, что из-за этого сейчас много проблем в городе. Цены резко выросли на рент, на жилье. В общем, местные жалуются, что им тут жизни никого и нет. Это при том, что в Сан-Франциско рент-контроль, да? Как интересно. То есть не спасает даже рент-контроль. Тут у меня слева залив. Вам, наверное, не так хорошо видно, но я ничего не могу сделать. Оно довольно симпатично. Довольно симпатично выглядит. И боюсь сглазить, но дорога пока что идет так хорошо, да? И слева тоже, кстати, встречная. Встречная тоже нормально идет. Мы доедем сейчас вот до тех красивых зданий впереди. И тогда я, наверное, отключу камеру. Мы будем считать, что въезд и выезд из Сан-Франциско у нас засняты. Хотя мы уже не первый раз въезжаем, выезжаем, снимаем. Но мне кажется, что в этом есть какая-то динамика. Так же, как вот мы смотрим на океан там в Санта-Круз. Уж сколько мы там видели этот океан, но тем не менее, есть на что посмотреть. Я очень доволен съемкой, которую делал в офисе той компании, где работает Анна Минец. И я очень доволен, что нам удалось ее заснять до отъезда в Амстердам. Потому что она уезжает там в продолжительную командировку. Если бы мы сейчас ее не засняли, то мы, может быть, могли бы только рассчитывать на разговор в скайпе. Что тоже не так плохо. Но все-таки, я думаю, когда в офисе, когда человек, живьем, все это очень здорово. Я очень доволен разговором и вопросами. Очень доволен, потому что ребята спрашивали. Все классно. Значит, давайте мы на этом месте с вами попрощаемся. Мы въезжаем уже в южный Сан-Франциско. Так прямо называется. Саус Сан-Франциско. И вот в этом месте с вами прощаемся. Счастливо! Саус Сан-Франциско.